друзья всем привет вы на канале work and travel и сейчас я нахожусь на вахте на ямале позади меня стоит контейнер в котором мы живем и тут вообще снимать запрещено поэтому я пойду в вагончик и расскажу что было дальше после того как мы прилетели в москву остановились у ромы вот заодно покажу наши условия как мы живем расскажу как мне работает ну и вообще свежие новости пойдемте камеру я спрячу вот я и дома вот такая у нас комната на двоих к сожалению жуни славой помните такого да мы вместе приехали с нашей столовой здесь у нас такая главная комната но мы тут практически не бываем работаем мы в 6 часов я ухожу просыпаюсь 6 утра иду в мясной цех меня поставили на разделку мяса приготовления котлет вот так проходят наши дни перемещаться по объекту нужно строго в масках и выходить за территорию нельзя но когда мы ехали сюда я заснял момент таки голые равнины заснял момент как мы летели в самолете не было ни одного дерева то есть просто ровная степь так ну давайте ближе к делу наш полет с андреанчиком прошел нормально даже практически не плакал только когда нужно было поменять памперсы либо покормить его ну либо поиграть к этому вообще претензий не было были нарекания по поводу питания в аэрофлоте то что мы когда в машине ехали с ромой мы обсуждали эту ситуацию и кстати хотел сказать по поводу комментариев все что вы хотите сказать джан хави либо чтобы она прочитала пишите это на английском языке потому что у меня к сожалению нет времени чтобы нету времени интернету чтобы делать крышот и переводить это все каждый комментарий поэтому будет более целесообразно написать на английском она тоже читает комментарии смотрит видео каждой роли поэтому она вас может ответить кстати много негатива было в комментариях к последнему видео я уже все и не вспомнил кстати тут огромная проблема с интернетом я приехал сюда с симкой мтс и оказалось что на мтс здесь не работает интернет то есть его практически и вообще по уме нету мне подогнула девочка симку билайна и билай тут еле как ловит я подключил безлимит но толку от этого безлимита нет потому что скорость крайне критическая и сообщения отправляются на ватсапе не голосовые обычные текстовые примерно минуты или полминуты вот именно из этого вагончика ну из контейнера да кстати и здесь есть вагончики в которых также живут люди и у них там условия намного хуже там нет душа и туалета когда я увидел вчера чувака который работает в нашей столовой помощником я увидел как он принимает ну пошел принимать душ и он спросил почему ты это не можешь сделать дома он говорит у меня нет таких условий поэтому у нас все более-менее условия так ну на чем мы остановились после того как мы приехали прилетели в аэропорт нас забрал рома мы поехали сделали визу для андреанчика все красава у андреанна есть виза единственное там визу перенесли на следующий день и мы просто подали документы поехали домой кроме Роман живет не один он живет с женой они нас накормили мы помылись собрались но я собрался потому что мне нужно было ехать в гостиницу на обсервацию и джинхави с андреанчиком остались у Ромы вот еще раз хочу сказать Рома классный чувак Рома ты классный чувак и спасибо тебе огромное был очень рад нашему знакомству надеюсь мы еще пересечемся с тобой и после вот этой вахты я соответственно поеду в москву делать себе визу потому что мы не оформлялись на тот момент оформлялись только на сына и ну дальше я поехал я сел на метро поехал в гостиницу но не доехал я списался со Славой а Слава в тот момент был где-то в районе красной площади да передай что-нибудь каналу work and travel а? да? что? да передай каналу work and travel что-нибудь что все мы в москве наконец-то с чемоданом красава наконец-то мы поменялись офигенно красивая улица я вышел чтобы встретиться с ним мы немного прогулялись бро стой 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 красава так долго гуляли что метро закрылось и мы просто вызвали такси потом уже это было что 2 часа ночи там еще дождь пошел мы бегали туда-сюда Ещё раз, что? Ну, Ямал? Ямал будет два месяца без вывоза. На Ямайке? На Ямайке, да. Бро, а ты где работаешь? Тяжёлая, я в IT работаю. Ааа, я что? У меня чемодан тут огромный был. Ну, было прикольно, но такси в Москве тико дорогое. Что-то 800 рублей нам вышло от центра Москвы до Химок. Гостиница наша была, так сказать, в дачной зоне. Там были дачи по типу. Я, конечно, Рублёвки не видел, но там стояли дорогие коттеджи повсюду. Где-то росли яблони. Мы выходили, срывали эти яблоки, кушали. Было прикольно. На территории было красиво, там проводились свадьбы, кейтеринг был. Кому-то приносят ужин, а кто-то идёт на ужин. Что, сейчас я покажу, в каком месте мы находимся на обсервации. Кстати, у нас сегодня последний день, и ночью мы поедем в аэропорт. Вы с нами поедете? Нет, до 15-го. До 15-го, понятно. У нас, по-моему, там 30 человек. Вот, просидели мы 10 дней ровно. Это было мучительно и скучно. И поскорее бы уже, конечно, в Индию свалить, к жене и к ребёнку. Ну, вот такая территория нереальная. Тут, кстати, где-то ещё есть павлин. Или их несколько, они нас будят по утрам. Славе плохо, Слава остался в номере. Я пошёл на ужин, сейчас покажу, что там. Когда я первый раз видел павлинов, вот так, чтобы вживую. Сейчас вам покажу птицу, которая каждое утро нас будет по утрам. Ну, она уже опустила свой красивый хвост, да? Вон, наше окно открытое. И она каждое утро в 7 утра издаёт странные звуки. В общем, место было классное. Что от нас требовалось, это просидеть 10 дней. И, ну, это зовётся обсервацией. Сказали, объект серьёзный, чтобы, мол, не заразить людей. Мы по приезду сдали тест, коронавирус-тест. И потом уже перед тем, как ехать сюда, сдали ещё раз тест. И у кого-то нашли ковид, у кого-то не нашли. У тех, у кого нашли, их оставили в закрытой зоне и приносили обед, завтрак, ужин прям в номер. А мы спокойно перемещались по гостинице. Так, ну что? Ну, нас уже накрыто. Я первый. Есть ещё тот зал. Там... Стол крутится. Ну, типа, как на шведке можно там брать, что ведь... О! Прикольно. Сегодня теремисушки, рожки и салат из свеклы. Вот наши... Но там был такой момент, что можно было выходить за территорию. И мы пару раз ездили в Москву даже. Что людям говорить? Гуляем со славой по Москве. Не знали, как выйти. Билет, да, пока не приложили? Да, да. А куда? Надо вставить. А на самом деле надо вставить. Нет. А на самом деле надо вставить. Ты берёшь этот билет с штрих-кодом вверх. И как дураки стояли, разбирались. Красиво. Ну вот когда... Получается, на следующий день, когда Джан Хавиб поехала с Ромой, они поехали за визой. Рома мне звонит и говорит, что Никит, ну типа в консульстве сказали, что когда твоя жена будет с ребёнком вылетать, их могут не пустить на рейс, ну наши, на таможню. Потому что у неё нету разрешения одного из родителей, вернее, согласия на выезд. Что, Джан Хави нету? В общем, ребят, сейчас, ну, Джан Хави в консульстве была, визу оформляла на Адрианчика. И ей сказали, что возможно, ну как невозможно, а попросят согласия на одного из родителей. То есть если Джан Хави уезжает одна с Андрианом, моё согласие на разрешение на выезд. О том, что, ну да, типа я знаю об этом и что мой сын уезжает с мамой. Такого-то, такого-то числа и туда-то, туда-то. Вот, согласие мы получили. Всё супер. Обошёлся он что-то в районе тысячи рублей. И, кстати, когда его делали, я проверял, там была допущена ошибка в слове «вотчестве». Это уже, по-моему, третий раз, когда допускаются ошибки при подаче нашей семьи на документы. То есть там нормальное явление, походу. Вот, что ещё хочу сказать. Ну и всё, в принципе. Мы прилетели в Москву 29-го. У Джан Хави был вылет 2-го. Я хотел её проводить. Коль мы от Химок там неподалёку были, до аэропорта Шерементила. Там что-то 30 минут на машине всего. Я пытался выйти, но на тот момент у нас приезжала проверка, и никого не выпускали из гостиницы. И знаете, что самое интересное? Самое интересное, что когда... Ну и Рома уже с Джан Хави были в гостинице, подавались на регистрацию там за несколько часов, а им не дали билет по причине того, что они не заполнили декларацию. Специальная декларация есть сейчас, это опять же из-за ковида. Если вы летите в Индию, есть специальный сайт, я ссылку оставлю внизу под видео, где можно заполнить эту декларацию. Я не помню, что там указывается, по-моему, все вот эти данные, номер телефона, что-то такое, серьёзно уже не помню. Но прикол в том, что я на тот момент сидел в номере с ноутбуком и быстренько им оформил. Кстати, вот эта декларация заполнялась мной на жену и на сына, то есть на двоих. Я быстренько запомнил, отправил им этот документ, и они показали его на окне регистрации на рейс, и всё, им дали билеты. Так получилось, что с Джан Хави летел рядом русский парень по бизнес-визе, кажется. И Рома скинул мне его номер, и я там спросил, как долетели, всё ли нормально прошло. Он сказал, что всё супер, и всё. На этом Джан Хави 3 августа приземлилась в Дели. Оттуда я забрал брат, и обратно они поехали на поезд. Ну, конечно, после этой информации я немного взбудоражил был, потому что сам ездил на индийских поездах, и скажу, это не место для ребёнка трёхмесячного. Поэтому в этом плане я не понял Джан Хави. Но в целом всё супер, они сейчас в Индии с мамой. Сёстрами с братьями. Единственное, у них там маленькая квартира, две комнаты, я не знаю, как они там живут. Ну, что, Джан Хави хотела выйти, она приехала. Не знаю, наверное, скучает по России. Всё-таки у неё в России не было астмы, сейчас астма началась. Вот и всё. А у меня какие новости? Ну, а если вы помните предыдущие ролики, в Магадан мы ездили на мероприятие, которое отменилось, и нам предложили эту работу. Я до этого ни разу не работал на вахтах, и я работал только за границей. Что-то похожее есть, но скажу, плюсов больше работы за границей, даже если рассматривать ту же самую Южную Корею, после работы ты можешь пройтись по городу, по деревне, ну, вот где-то там, да, в цивилизации, прогуляться. То есть, нету никаких запретов. Здесь гулять запрещено. По технике безопасности, скорее всего. Ну, я точно не знаю, потому что, приехав сюда, здесь не проводилось никаких инструктажей, и просто мы вышли, и там, девочка, которая здесь уже работала, говорит, вот будешь жить с этим чуваком, и все, как бы, как-то не серьезно здесь ничего, и все узнается по факту. Ну, давайте поехали дальше. Съемка запрещена. То есть, для меня, вы знаете, очень важно снимать ролики, делиться с вами информацией, и показывать все, что происходит. Вот, и, как бы, об этом мне также никто не говорил, прежде чем ехать сюда. Ну, для меня это большой минус. Третье. Столько минусов. Ну, зарплата, мне кажется, такая же, но не будем, как бы, делить шкуру неубитого медведя, пока не получили еще денег, и потом будет видно. То есть, обещали, это одно. Но работать, тут, кстати, есть вычеты за еду, это тоже большой минус. Где-то уходит по 150 рублей. Нам выдали карты специальные, они закреплены за, ну, за каждым сотрудником. С этого сотрудника удерживается по 150 рублей в сутки. То есть, умножаем на 30, это уже 4,5. Умножаем на 2 месяца, и получается девятка. Вот, в Южной Корее кормили бесплатно. На убой просто. Так, еще какие моменты. Ну, так, в целом, тут интересная местность, природа, и мы находимся на самом севере, на самом, так сказать, краю континента, краю России. Я позже сделаю скриншот, карты и покажу, где мы были, где мы живем. Ну, условия, как в армии. Это ограниченное время. То есть, те люди, которые тебя окружают, больше ты никаких людей кроме себя не видишь, они и те же лица. Качество еды, хочу сказать, оно не очень, и, ну, будем стараться делать лучше все, что в наших силах. Ну, коллектив более-менее, он такой дружелюбный, и нам повезло, что наша столовая готовит всего лишь на 300 человек. В том месте, куда попал Слава, там объект на тысячу человек, может быть, ну, плюс-минус. Я общался с Славой, в Славе первое время было нелегко, но потом он осознал, что как бы это всего лишь время, и оно когда-нибудь закончится, пройдет. Всего лишь два месяца, поэтому нужно потерпеть. Но потом он сказал, я ухожу с общепита, он мне иначе не нужен. Ну, что еще могу добавить? По окончанию этой лакты я полечу в Индию, к жене, к ребенку, и дальнейшего плана на жизнь у нас пока нет. Потому что во многом сейчас все зависит не от нас, а насколько вы помните, я люблю жить и работать за границей, изучать новые культуры, как-то больше узнавать, больше понимать вообще смысл жизни. И сейчас вот та возможность, которая была, например, два года назад, когда я просто гонял из страны в страну, это было легко. Просто купил билет, сделал визу или даже можно было путешествовать без визы по российскому паспорту. Сейчас 2021 год и, к сожалению, все страны закрыты для туризма. Ну, нас теперь трое. Мы будем рассматривать какие-то более серьезные страны. Скорее всего, они будут для эмиграции, куда можно будет легко приехать. Ну, вот так вот. Ребят, пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть, узнать. Может быть, вам понравился такой формат записи видео. Может быть, я о чем-то забыл вам сказать. Пишите в комментариях, я обязательно запишу видео. У меня есть с двух часов дня до четырех, а то и до пяти свободное время. Три часа. Первое время я вообще не успевал на мясном цеху. А, самое интересное, я забыл вам сказать. Я когда пришел в столовую, ну, нам там форму мне выдали, я переоделся, захожу. И у нас зав. производства есть, молодой парень, Стас, 91-го года. Вот, но он тут два года работает, поэтому он уже как бы в теме. И он говорит, ну, давай ты это, у нас мясник работает шесть месяцев подряд. Он, типа, дома не был уже, обычно вахты два месяца. А у него, получается, три вахты подряд было, потому что он не мог себе замен найти. И мне, ну, говорят, давай ты, типа, его будешь сменять, как бы, будешь мясником. Я прихожу такой, ну, захожу в цех, он говорит, вот, знакомься, это Андреан. Я такой, что? Мы, типа, с женой, когда имя выбирали, она говорила, давай такое имя выберем, чтобы никто никогда не слышал. И тут, представляете, я захожу в весной, а там Андреан. Я сразу понимаю, что я по адресу. У Андреана сегодня последний день. Ну, это все, что он заберет с собой, полкухни. Не с собой, бля. Как твои ощущения? Ты убери нахуй отсюда. Почему? Да потому что, нахуй оно нужно мне. Просто поделись своим... Не надо. По ощущениям. Для подписчиков. Нахуй мне. Может кто-то хочет на вахту поехать и... Как тебе? Ты сколько-то отработал? Надеюсь, меня сменщика найдут, и я уеду. Все, ребят, был рад всех повидать. Надеюсь, моего интернета хватит, чтобы загрузить это видео. Потому что предыдущее я загружал тоже отсюда. Загружал двое суток. Поэтому не серчайте. Ждите от нас новой информации, новых роликов. Всех обнял. Всем... Всем респект. И спасибо огромное за ваши донаты. Всем на связи.